Я начал с того, что смотри, есть всему свое время. Время раскидывать камни, время строить, разрушать. И мое послание очень просто звучит. Сломать не строить или не построить. То есть легче все разрушить, как была песенка такая. Мы старый мир разрушим, кто был никем, тот станет тоже никем. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Я говорю о том, что легче разрушить, чем что-то построить. Для многих из нас строительство, в общем, стройка, это то, что связано с песком, цементом, кирпичами, бетоном, штукатуркой и краской. Правда? Кто согласен со мной? Чаще всего, что такое стройка? Мы сейчас проходим строительные этапы. Мы пытаемся отремонтировать то, что мы видим. Видим мы у нас трещины, видим, что у нас нужно сделать штукатурку, видим, что нам нужно покрасить, видим, что у нас нужно укрепить. Это все необходимо. Когда мы говорим о стройке, мы говорим о цементе, песке, кирпичах, бетоне, штукатурке, может, поклевке, покраске и тому подобное. Но другими словами, ой, когда же это все закончится? Да, в Советском Союзе многие люди брали отпуска летом для простой вещи. Надо сделать ремонт. Ремонт начинаем, и это грязно. Мы начинаем, вот как, знаете, цемент, значит, должны быть следы и все тому подобное. Для нас это нормально. В общем, понимание у нас есть, и оно верное. Общее понимание, что такое стройка. Но строительство, это не только то, что я уже перечислил, да, эти инструменты для построения. А это, самым главным, расчеты. Стройки, самое главное, не материалы, а расчеты. Кто со мной согласен? Очень просто. Даже если ты ничего не понимаешь в штукатурке, нужно уметь рассчитать, сколько тебе ее нужно. И на самом деле строительство, это расчеты. Лука 14 глава, 28-29 стих. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он? То есть, имеет ли ему достаточно финансов, умения, понимания, что он делает? Что нужно для совершения, дабы, когда положит основание, не возможно совершить. Все видящие не стали бы смеяться над ним. Все видящие не стали бы смеяться. Другими словами, как строители говорят, третья часть твоего строительства закапывается в землю. Основание. Основание то, что не видит никто. То, что закрыто, знаете, вот травой, землей, еще чем-то таким. То, на чем основывается весь, все здание. А это, если я прав, Роза, это третья часть, основная часть. И туда нужно, на самом деле, не только вложить деньги, туда нужно и расчеты, которые необходимы для этого здания. 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Служите друг другу. Друзья, те, кто даже нас смотрит в интернете, начиная от, можно сказать, с Дальнего Сибири, Центральной, России, может быть, в Европе и Америке, вы нас смотрите. Вы помните, что Писание говорит, служите друг другу тем даром, каждый тем даром, какой получил. Каждый из нас имеет дар, но этот дар, он основывается на основании. То есть, имеет место быть в том основании, который является наш Машеяк, наш Господь. Он то основание, которое очень важно. Но очень нужно подметить, что добрые домостроители многоразличной благодати. Благодать у нас не одна, а многоразличная. То есть, она может быть, как слово благодать, данный дар, незаслуженный дар, но он многообразен, имеет много разных оттенков этой благодати. Кто-то добрый человек может дать бедному 5 рублей, а кто-то может дать и 100 рублей. Вроде бы и дали по благодати, но каждый дал разный размер. Нету одного стандарта. То есть, и по этой причине многоразличной благодати Божией. В этом же стихе, который мы прочитали, домостроитель подразумевается как управитель. Домостроитель, да, как управитель. Но все же будет интересно поговорить о домостроительстве. То есть, сегодня у нас класс стройки. Будем сегодня мы строителями. Пусть меня научат, да? Пусть меня научат. Каждый хочет, чтобы это произошло. 1 Коринфянам 3 глава 10 стих. «Я подан на мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строишь». Не что ты строишь, друзья. Как ты строишь? Можно, знаете, потом как тихо, тихо и далеко пойдешь. Можно быстро построить и будет смешно. Я помню, как на заре своего искусства, да, я помню, мне было 13 или 14 лет, меня мой дядя взял как стажером, подручным стажером для кладки плитки. Это было так модно в Советском Союзе, плитку ложить на кухне, ванной и так далее. Да вот, и он меня взял туда, и он меня учил. Прошло некоторое время, он доручил мне стену, уже дал мне основы, я потихоньку начал строить, строить. Я же достроил, именно вот плитку уложил, да, уже больше половины. Он приходит и говорит, снимай все. Я говорю, как снимай? Он говорит, снимай, потому что все швы, которые доставлены, они не сойдутся. Ты ушел на целых 5 сантиметров в сторону. Это все, это будет капу для тебя. А я говорю, подожди, но дядя, ты же тоже там немножко отклонился. Он говорит, разница между тобой и мной, у меня есть имя. Я говорю, и? Он говорит, если я сделаю ошибку, да, я могу сказать, так надо, и мне поверят. Так надо. Ты сделаешь ошибку, тебя не заплатят. И суть в чем, Павел говорит, я, как мудрый домостроитель, положил основание. То есть я дал вам начатки веры в Ишуа Мессии. То есть я положил основание, а теперь каждый смотри, не что ты строишь, а как. А как. Иногда нужно, друзья, извините, взять водный, как назвать он еще, уровень, да. Тогда было водный, да, такой. Я помню, как трубку заливали и делали водяной уровень. Потом стали целые рейки. А сегодня у нас еще лучше. У нас лазерный. Уже все изменяем лазером. Друзья, возьмите этот уровень. Уровень, проверьте, как вы строите. Нет ли отклонения, чтобы не было бы стыдно, чтобы, знаете, не просто сказать, ну, у меня имя есть, поэтому можно отклоняться куда угодно. Не пойдет. Когда нас окружают потрясения, которые мы сейчас переживаем, а такие потрясения, которые мы уже слышим очень хорошо, это войны, смерть, болезни, голоды, да, недостаток пищи. Мы с вами склонны принимать их как знамения последнего времени. Знаете, почему? Потому что это случилось в наше время. Если бы не в наше время, то, может быть, мы так и не считали бы. Так как мы уже вышли из страны, которая была, назывался СССР, и было жестко и беспринципно было преследование людей по разным, по различным мнениям, да, то мы прошли потом в свободу, и с свободой мы перешли в какой-то мнимый такой процветающий пузырь, потом мы попадаем опять в какую-то ситуацию, и мы говорим, это же было хорошо, сейчас стало плохо, а если стало плохо, конец света. Света где ты? Нет. Конец света. Нет, как еще сказать. Но происходящее в этом мире, потрясение, которое мы видим, слухи, новости, это знамения для нас с вами. Эти знамения не для мира, а потому что они не понимают того, что Бог уже приготовил, или для этого мира. Мы можем читать многие пророчества о том, что будет происходить, или будет происходить, происходило и исполнилось, и потрясения всегда были. Но почему-то в наше время, когда реагируем на это, мы должны реагировать как знамение для нас, тот уровень наших отношений с Богом. Хотя мир сегодня уже стал очень даже и образованный. Они насмотрелись голливудских фильмов о последнем времени, Маргидон, еще какие-то, да. И теперь всегда сравнивают о том, что, по-действию, что происходит. Иногда спрашивают верующих людей, неужели мы докатились до этого времени? Как оно должно совершиться? Разойдутся ли небеса? Видим ли Христа, всходящего с неба? Друзья, знаете, давайте мы рассмотрим другие вещи. Для меня, например, более трагично и печально даже не события с пандемией или экономикой в этом мире, политикой или катаклизмами, которые мы переживаем. Меня это даже не сильно пугает, меня более разочаровывает состояние верующих людей, которые живут как раз вот сейчас, в последнее время. Потому что завтра, может быть, и не настать. Меня именно впечатляет трогательно, как бы, для меня печаль, как Павел говорит. Печаль для меня, что сегодняшние верующие люди, которые прошли многие вещи в своей жизни, стали, ну говоря так, недальновидными. Я сразу вспоминаю времена мнимого процветания. Процветания наших людей, взявших неимоверные кредиты в банках. По причине финансовой безграмотности, они не смогли их отдать. Просто, мы говорили, дерьмовые, да, или такие легкие деньги от банка. Нужно было всего лишь принести фальшивую справку о доходах. Да, всего лишь нужно было. И получить этот кредит. Сегодня даже кредиты раздают через приложение в интернете. Без всяких остальных, ну, справок, никому не нужны. Больные люди берут кредиты, микрокредиты, которые вырастают в сотни тысяч гривен. И кто-то теряет квартиры из-за таких кредитов. Тогда брали деньги, деньги вообще покупали мнимые, престижные вещи. В виде транспорта, квартиры, телевизоров, кухонной техники. Люди просто пытались показать, смотри, я расцвел. У меня процветание. Особенно было страшно, когда ты смотришь верующих людей, которые стали проповедниками полного Евангелия. Они на машинах, в одежде, в специальных очках, недоступны. Когда-то были простые, а сегодня у них финансовое обеспечение. У них все открылось. Ну, знаете, никто не мог подумать, что придет время, когда наш седьмой километр уже станет не седьмым километром, а простой улицей. Что нельзя, ничего, может быть, купить. И ситуация, которая изменится в мире, экономике. Кто рассчитывал на то? А, надо же взять финансы. Сегодня, спустя десяток лет, мы смотрим вокруг нас. Мы сегодня говорим не только за общину хамаши, или общины, которые в нашем содружестве есть. Я говорю о церквях. Люди, которые прошли долгий путь, которые были и остаются в мнимом процветании. Мы прошли десяток лет. Мы смотрим в наши ряды, да? И те, кто с нами был изначально, с которыми мы поделили наши чувства, переживания, надежды, мы даже, ну, как бы так сказать, мы мечтали, пели вместе, провозглашали вместе. Извините. Я провозглашали вместе. Сегодня они не рядом с нами. Их нет. Вообще. Дай Бог, чтобы они еще остались верующими. Хорошо, если они отошли в вечность, будучи верующими. А некоторые нет. Второе Тимофея 4, 10. Ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век, и пошел в Фессалонику, крикет в Галатию, Тит, Далматию. Один Лука со мной. История не нова. Предсказуемость отступничества – это не новая тема. Она всегда была. Дух ясно говорит, что в последнее время люди отойдут от веры. Нам не нужно, чтобы это было что-то удивительное. Несмотря на то, что отступничество может огорчать нас, и мы как верующие люди, нас огорчает то положение, которое у людей есть в жизни. Смотришь, они вроде бы с тобой, и трудности, переживания, молитесь, и у людей даже молодых есть. Давай помолимся, чтобы у меня была работа, мне так необходимо, я хочу обеспечить свою семью. И когда я буду обеспеченный, я хочу поддерживать Царство Божие, чтобы были евангелизации, чтобы бедные не нуждались голодных накормить, сироты, чтобы были в нормальном состоянии, чтобы не были сиротами. Разве плохая идея? Отличная идея. Я знаю многих таких верующих, молодых людей, которые начинали свой бизнес, промаливали это дело очень серьезно, и вдруг в один момент Бог дает возможность им, и у них этот бизнес процветает. У них процветает, они заняты, они далеки, вы смотрите, что нет их на домашней группе, их нет в молитвенной группе, потому что они раньше приходили на каждую молитву, потому что нужно было промолить свое дело. Дело пошло, молиться не надо. Плохие сообщества развращают какие? Добрые нравы. И вдруг то сообщество, где они отдают свой бизнес, они затягивают их, уводя их от добрых нравов, которые получили. Получили умение молиться, знать, где брать, то есть у Бога, да? Они провозглашали, получили, а удержали ли? Удержали ли? В Ветхом Завете мы говорим, что предупреждал Бог о том, что будет оступничество. И говорил об царях, множество примеров оступников, исход царей. Но он также предупреждается об оступничестве, особенно в конце, мы видим в Откровении Иоанна, что это, как бы, такая часть последнего времени. Павел философионикийцам массово говорит о массовом отступлении от веры. Петр и Иуда предусматривали о том, что будут такие ругатели приходить, те, которые будут оскорблять. Апостол Иоанн говорит, и дети, в последнее время, как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Отступничество является каким-то критерием последнего времени. Но отступничество, хотя и растет в последнее время, не граничит только этой эпохой. Оно может быть в каждой эпохе. Послание к евреям. Смотрите, братья, чтобы было в ком из вас сердце, не было в ником из вас сердце лукавого и неверного, дабы нам не отступить от Бога живого. Отступничество – это отойти от Бога живого. Многих раскидало людей за последние 10 лет по всему миру. Верующих, мы много знаем. И так же и неверующих эмигрировали. Мы знаем, что это обстоятельства, которых мы переживали, например, даже в 2013 год, в 2014 ситуации, которая в Украине экономически. Это очень сложные моменты истории. Мы понимаем, что люди нуждаются в поддержке. И многие взяли этот курс эмиграции, переселения. Для того, чтобы вышить в этих обстоятельствах. И нет никому никакого осуждения. Это человеческое право. И я скажу так, 80% этих людей, пока еще, те, кто я знаю, пока еще служат Богу. Послание к филиппийцам, первая глава, 27 стих. Только живите достойно в благовествиях Господня Христова, чтобы мне приду ли я, и увижу вас ли, не приду ли, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру в Евангельство. Мне действительно приятно. Мне действительно приятно. Мне приятно видеть и слышать, что люди держатся верой. Не слышь. Когда я езжу по миру, я уже сказал, что, один раз, что мы уже с женой проехали где-то 44 страны в мире. Посетили. И когда я слышу, и наши люди, чуть ли не во всех странах, это где мы посетили, что наши люди, которых я знаю, остаются веры. Они находятся в общинах, да? Они участники служения. При всех трудностях они прилепляются. И для меня это на самом деле приятно. И слышать, что наши люди, где бы они ни были, учатся, живут, трудятся, и они часть тела Мессии. Но не во всех такое мнение. Не во всех такое мнение. Так как мы знаем многих людей, которые не выдержали испытаний. Не выдержали того, что происходит в мире. Они не выдержали ни испытания богатством, и не смогли выдержать испытания бедностью. Вы думаете, что богатые отступаются? Бедные тоже, когда ничего не получается, они идут в крайности, и даже, как бы сказать, отходят от веры по причине, что не смогли что-то добиться. Лука 18 глава. 7-8 стих. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к ним день и ночь, хотя и медлит защищать их? И нам кажется, его замедление, это как будто вечность. И сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Если мы говорим о том, что мы как бы по всем этим знамениям, которые сегодня нас как-то так нахлынули на этот мир, мы говорим, это последнее время, особенно того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит вообще, даже будем так, по советскому пространству, что в Европе происходит, в Китае, ну, фактически глобально, ситуация очень критическая. И если мы говорим о том, что вот-вот шаги его слышны в космосе, да, мы говорим, в мире грядущем, то, если он придет, найдет ли он веру на земле? Нам иногда прискорбно, что мы знали тех священников, служителей, пасторов, верующих, потому что их нет с нами в строю. Встречаешься с ними иногда и думаешь, как мне бы хотелось тебе помочь. Что случилось? Их нет посреди нас, как будто смело испытаниями. Не осталось посреди нас. Да, вот. В 2008 году разрушитель ураган Айк прошелся по побережью США. У нас пока что, хотя в последнее время мы уже чаще наблюдаем ураганы, да, я помню, что когда я рос в Советском Союзе, я, ну, ветры были сильные, но я никогда не видел смерчей, да. Ни на море, ни на депутат. То есть, в Украине этого не было. Меняется температура, что бы там ни было, я не знаю. Но все же, все же, мы чаще будем слышать потрясения, ураганы, да, войны, войны, мы будем слышать, потому что так говорил об этом Ишуа. Я еще повторю, в 2008 год прошелся ураган по побережью США, разрушив десятки тысяч домов. Ущербом расценивался этот ущерб в миллиарды долларов. На пути урагана Айк лежал прибрежный городок из 199 домов. Эти дома были как дома, где люди отдыхали на побережье. Это как будто наша затока. Вот с одной стороны у нас получился прекрасный лиман, с другой стороны у нас есть Черное море, да, очень прекрасное место. Да, и вот когда этот ураган прошелся, мы что-то заметили. Посмотрите на эту картинку, те, кто у нас в интернете смотрят, посмотрите. Что особенно вот в этой картине, которую мы видим? Один дом, из 199 один дом устоял. Это тот кошмар, который остался после того, как ураган прошел этим местом. Маленький городок. Смотря на эти фотографии, нелогко вспоминаешь притчу, притчу, которую сказал Ишуа. Матфея 7 глава. Итак, всякого, кто услышит слова мои, сии, которые я говорю, исполняет их, подобит мужу благоразумного, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремилась на тот дом, да, и не упал, потому что основа была на камне. Все реки, они просто нахлынули. Здесь не просто нахлынуло ветер, здесь нахлынула волна, которая смела все, что было там. Всякий, кто услышит сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И нашел дождь, разлились реки, и подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико. Велико. В этих словах Иешуа мы можем подумать, что он делает толкий намек на религиозную обрядность исполнения его слов. Помните, да, вот я зачитал. Некое такое состояние, как будто вот те слова, которые я говорю, и вы принимаете, используете, вы будете, как тот дом, который стоит на камне. И в словах этих некое основание. Вот, вот тебе формула, чтобы ты не упал. И как будто религиозная обрядность, она звучит в этих словах. Но мы понимаем, что религиозное, мертвое исполнение буквы закона не гарантировало человеку спасение. Прощение по вере. Да, да, это, да, я имею, но не спасение. И не гарантировало место в Царстве Божьем. Законное. Имеется в виду законическое такое состояние религиозного исполнения. Во словах Ишуа мы должны заметить не религиозную исполнительность, а верность в посвящении. Можно получить слово, но никогда его не употреблять в верности. Что такое верность? Верность это то, что нас укореняет, углубляет, дает нам основание как твердого камня. Другого камня нельзя положить основание, кроме Ишуа Мессии. Вот в этом является очень важная тема. Да, мы как верующие люди, мы должны иметь религиозную обрядность, но она не гарантирует нам спасение, а личные отношения с Ишуа. прожил уже немало, целых 53 года в этом мире. У нас сейчас этот мир технологий, информации, и все больше, больше, знаете, у меня я питаю уважением простым людям. Простым людям. И мне иногда говорят, ребят, ну обломайтесь, ну давайте, зарегистрируйтесь на фейсбуке, знаете обо всех все. Я и так пытаюсь уже иметь больше информации. И на самом деле в мире технологий, в том мире, в котором мы живем, меня все больше и больше впечатляют люди, которые простые. Пользуюсь приложением для молитвы, а не для коррекции своего вида. понимаете, о чем я говорю, да? Приложение, которое помогает людям входить именно в присутствие Божьего. Скажите, а что это за такое приложение? Дайте мне такое. Называется молитва. Приложите это. Те приложения, где проповедуется Евангелие, где мы можем достигать людей, а не показывать им, как мы можем за 5 секунд похудеть на 30 килограмм. Или же показать, насколько мы счастливые люди, да? Мы сидим где-то в особенном месте, у нас все есть, ничего нам как бы не надо. Ну, вы знаете, все, это картина. Простые верующие, которые немногие могут похвастаться и немного могут показать, удивить людей. Сегодня не удивишь никого, модные тренды это вами повторяющиеся уже события, которые люди уже прошли. Но они могут поделиться своим чувствами, они могут поделиться молитвами, они могут сделать счастливыми людей, которые поддержат их в соцсетях, например, сказать, я сегодня принесу тебе еду, я буду посещать тебя в больнице. А важные звездные пастыра, служителя, какие бы там звездные фигуры христианского мира уже забыли о простом, простых вещах. Они пытаются удивить простых людей теми вещами, которые в мире называются понты. Это меня очень беспокоит. меня впечатляют люди с величайшей честностью, верностью, постоянством, доброжелательностью и позитивным мышлением. И посреди невероятных обстоятельств они не показывают, что они печальны. Они наоборот показывают, что есть надежда. Они интересуются друг с другом. У меня пропадает интерес к людям с извращенной логикой. Мне интересно с ними общаться. Мне неинтересно говорить с людьми, которые в постоянном негативе. Что они скажут постоянно негатив. И как бы ты ни говорил о том, что есть еще позитивные вещи, у них просто в голове одна вавка. Все уже капец. Плохо. Мне неинтересны подлые люди с их поступками. Предательство общаться с теми, которые не сдерживают своих обещаний. Я думаю, что это важный характер для верующих человека. Как бы ты сильно не изгонял бесов, не гонял там всех бессюганов, пророчествовал или же исцелял, или какие-то еще вещи. Если у тебя нету самых основных фундаментальных основ христианской этики, христианского положения, верности, любви, посвящения, я не могу сказать, что мне ты интересен. извините, я смотрю на многих верующих, прошедших ураганы, обстоятельств, сокрушительные стороны, семейных трудностей. Они верно продолжали в это время быть в Доме Божьем, посещать бедных, кормить их, говорить Евангелие. Они участвовали в работе общины во времена недостатка, которые у них есть, они были верны. И вы знаете что? Они устояли во время этого шторма. Я хочу показать еще один момент. Дом, который вы увидели, один остался. Я хочу, чтобы вы увидели дом, который был до того, когда там произошел этот ураган. Этот же дом, этот же дом, этот же дом, который у моря, у Черного моря, прекрасный, пальмы, прекрасный впереди заезд, гараж, может быть, там еще и был бассейн, душевая, все говорило о том, что этот дом купить просто так невозможно на берегу моря. Его ценность была очень большая. И им гордились достижения, все как нужно, как у всех нормальных людей. Но это нормальное всегда превращается в испытание. Когда ты не ожидаешь, приходит то, чего ты никогда не ожидаешь. Испытание не нужно приглашать в свою жизнь. Они сами придут. Кто там испытание? этот дом прошел испытание. И написано, что он устоял. Дайте еще одну картинку, где он фронтальный такая. Он устоял. Пострадал ли этот дом? Мы, проходя этот путь на земле, попадаем в эти ураганы, которые накатываются на весь мир. Пандемия не только на Украине, друзья, это испытание всего мира. экономика испытания всего мира. Политические неурядки, воины или что другое, это испытание всему миру. И мы не исключение. Мы не исключение. И еще говорит, я молю тебя, чтобы ты не забрал их с этого мира. Но что? Сохрани его. Чтобы когда придут испытания, мы устояли. Пальмы были красивые. Сегодня они ничего не стоят. Гараж вокруг кажется, верните обратно ту картинку, которая красивый дом, красивый фасад внутри идиллия. там хотелось отдыхать. Как многим из нас в 90-е, 2000-е, когда у нас будем красиво процветать. И все бы ничего. Если бы не было бы что. И следующий, он устоял. Наши обстоятельства последних 6-7 лет показывает, насколько мы не готовы чаще всего на эти штормы. Те, которые познали силу воскресения из мертвых, могущество его спасения, знающие времена его посещения, хвалы и поклонения. Те, которые сегодня на самом деле при трудных обстоятельствах спрыгнули с корабля, который шел в вечность. Да, Бог говорит так. Они подняли белый флаг, сдались, капитулировали перед ситуациями и обстоятельствами. Они как бы те, которые спрыгивают с подножки последнего вагона и говорят всей общине или верующим людям до свидания. До свидания. Не стоит искать, как я сказал, штормов и ураганов. Просто живи обновленной жизнью и эти испытания сами найдут тебя. Да и вообще. Это будет по всему миру. Иоанн 16, глава 33 стих. Сие сказал Иоанн, чтобы вы имели во мне мир, а в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Иоанн один из любимых апостолов Вишуа. Он был наиболее любимым учеником. Но он всегда говорил о верности и любви. В откровении он об этом говорит и в других местах. Ишуа и любить Бога. Он говорит это важные фундаментальные вещи. Мы говорим Господь Бог один есть. Потом возлюбить. Возьми в это основание, которое есть Бог, возьми и не просто ляжь, приляжь, а вгрызайся в это основание. Вдалбливайся, укореняйся, потому что легко вкопаться в песок. Легко стал. Можно танцы пару раз сделать 7.40 и ты вырыл весь фундамент на песке, как наши дети, когда мы идем к морю. Но сложнее вбиваться, сгрызаться, сверливаться в каменистое плато. И знаете, когда Татьяна видела мою проповедь, я готовлюсь, она говорит, ты знаешь, почему этот дом устоял? Я говорю, ну понятно, наверное, верующий. У нас же так же говорят, да? Почему этот дом устоял? Она говорит, я специально узнавала. Я хочу вернуть самую первую картинку, которую вы увидели. Ни одного дома нет. Ну там где-то далеко еще, когда видно там что-то еще торчит. Этот дом они просто были смятены. Этот дом был построен, если вы посмотрите, у него бетонный фундамент глубже, чем у остальных других. И он был выше, потом остальные балки, на которые был построен, они просто сделали их чуть-чуть выше обычных стандартов. Скажите, пожалуйста, мораль верующего человека отличается ли от морали мирского? Чуть-чуть выше, чуть-чуть сильнее, чуть-чуть надежнее. основания семьи, основания верности, основания посвящению. Они немножко выше, немножко выше. И когда она приходит в сторону, не говорится, что мы уцелеем, и над нами будет сфера какая-то невидимая такая, и этот ветер он обойдет, как в фильмах, обошел море, ушло, и ничего нам не повредит. Абсолютно. Не будет так. Мы пройдем это испытание. Рука Господина нас не потому, чтобы нам сохранить наше имущество, чтобы никто нас ничего не забрал в этом мире, а чтобы мы знали, что восстановление будет не настолько дорогим. Эти люди, я смотрел их интервью, там было новости, они сказали, это было ужасное состояние. Но вот мы, когда приехали, увидели дома устоявшей, а другие дома просто их не было, то для нас восстановление нашего дома вверх, мы восстановили его быстро. Нам не нужно было столько инвестиций туда вложить, чтобы восстановить, потому что все застраховано, оно пришло обратно, но мы это сделали, а некоторые вообще не захотели возвращаться. Мы, как верующие люди, должны смотреть в другую сторону. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Интересный момент, Иоанн пишет послание, которое я надеюсь, что я успею, но если я не успею, я хочу, чтобы вы на меня не сердились. Я хочу, чтобы мы поняли одну простую вещь. Нам нужен Мессия, нам нужно основание, за которое нужно держаться, чтобы во времена этих перемен, которые в гряду в этом мире, которые уже есть, чтобы мы устояли в нашей вере. пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Это 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 21 стих. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отрыки, потому что вы познали отца. И здесь вопрос, какая разница между детьми и отрыками? Кто-то старше обращение здесь, чтобы вы понимали, по-русски очень сложно понять, но обращение, которое делает Иоанн, это обращение как будто обращение учителя к детям, любовное отношение, и это не имеющие критерии возраста, это не возрастной сенсор. Он говорит, обращать как с любовью, и говорит, дети, почему дети? Потому что на любом, а там дальше ответ есть, я прошу прощения, я писал вам отцы, потому что вы познали безначального, писал вам юноши, потому что вы сильные, Слово Божие приводит вас, вы победили лукавого. И потом он говорит о детях. Дети это состояние, когда мы приходим в этот мир. Состояние детства. каждому из нас нужен Отец. Каждому из нас. И когда мы приходим в этот мир, мы нуждаемся в Божьем прикосновении. Мы нуждаемся и у Бога есть план для того, чтобы нас искупить. Независимо от возраста, когда ты пришел к Богу, то ли это 5 лет, то ли это 15, то ли это 35, 75, если даже ты дожил до 80, слава Богу, нету развития в это время дитя. Тебе нужен Отец. Тебе нужен Бог. И дальше мы можем читать, не любите мира и того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, горда житейская, не есть от Бога, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. И еще говорит, если вы исполняете слова, которые я вам говорю, уподоблю того человека, который построил свой дом на камне, и наложится вода, поднимется ветер, потекут воды, и этот дом устоит. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрис, и теперь появился много антихрис, то мы и познаем из того, что последнее время. Ибо они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что они не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от Всевышнего и знаете все. Я написал вам, потому что вы не знали и сыны, потому что вы знаете ее. Я писал вам, потому ее, равно как и то, что всякая ложь нет от истины. И 28 стих важный. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним пришествие его. Зачем? Зачем все это надо? Зачем эти испытания, которые приходят приходящие? Он заключение делает, потому что дети пребывайте в нем. Пребывайте в нем. И слово пребывать это ждать, ожидать, оставаться, то есть быть, чему-то принадлежать. И вам простыми словами говорят, чтобы нам не стыдно было посмотреть Богу в последний день. Не было посмотреть Богу в глаза в последний день. Чтобы ему было сказать добрый верный раб. нам нужно жить в нем, быть в нем, оставаться в нем и ждать в нем. Это означает, что я должен сделать так, как мой Господь говорит. Я должен делать так, чтобы мой дом устоял во времена этих испытаний. Я хочу сказать, когда он придет, а это может быть и в мое время, по всем обстоятельствам, правда? Может? Может. Первым, что он спросит, а мы знакомы вообще-то? Или мы наоборот, мы должны услышать другие, мы знаем друг друга? Или мы знакомы? Какой вопрос хотим, чтобы нам задали? Когда кто-то тебе пишет, знакомый человек, а мы что, знакомы что-ли? А, там детском саду на одном горшке сидели? Не, 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 с этого времени давай поподробнее. Или мы знаем друг друга? Следующий вопрос, который будет спросен, я думаю, это я предполагаю, в каком состоянии ваш дом? Устоял ли он в те времена, которые были испытания? А эти испытания на весь мир приходят? Был ли я верен? Был ли я твердым? Был ли я тем, кто исполнял его волю? Строил я дом? Верен ли ты в тех талантах, которые Бог тебе дал, тебе поручил? Верен ли ты в времени, которые Бог тебе выделил? Дары, которые у тебя есть? Верен ли ты в тим дарам, которые Бог тебе дал? Поле, на которое ты поставлен для жатвы? И Иоанн не просто пишет, он требует от нас верности, пребывания в Боге. И Иоанн раскладывает все эти этапы возрастания, но я не буду делать фокус на каждом этапе, а вот тут пишу вам, дети, пишу вам, дети, вам нужен Бог, независимо от возраста, вам нужен Бог. И я хочу одну простую вещь, я много что сейчас опускаю, и хочу одну вещь, чтобы вы посмотрели. Ишуа говорит, очень важную часть для верующего человека, сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. 18 глава Матфея, 3 стих. Ишуа говорит о том, что нам нужен Бог. И когда мы путешествовали, мы очень часто ездили последние несколько лет в Африку, я помню, когда мы первый раз прилетели в Зимбабве, это был призыв полетите или готовы ли вы научить дальние племена, которые с еврейскими корнями основам веры и мессианского движения. Мы сказали, да, пожалуйста, пойдите. Знали ли мы, чем это может окончиться? Я не предполагал. Я просто понимал, что будет. Мы прилетели в Африку, мы договорились с вождями племени, да, этих племен, которые еврейские были. у нас еще пять человек, у нас было команда десяти человек, на самолете мы летели два часа это не джунгли, это просто саванна, где-то еще такие тяжелые места, где даже на ранджероверах мало кто ездит, потому что не выдерживает. И когда мы садились, мы думали, что мы садимся в аэропорту, а на самом деле нам скосили поле, нарисовали взлетную полосу приземления, порошком посыпали, так, чтобы было видно было, и мы туда сели. Когда через 10 дней мы улетали, самолет не мог сесть, и мы так ждали, и ждали, знаете, как, уже там поели, там попили, мы ждем долго, как всегда бывает, все давит на нижние органы, и ты думаешь, где бы найти тот туалет, а его нет, это не аэропорт Жуляны, или же там Одесский аэропорт, да, ты думаешь, вот так, куда пойти, и понимаешь, что не все в порядке, там был у нас представитель, это представитель культуры, да, был министр культуры, не Зимбабве, а вот именно той земли, значком, мы к нему, а сэр, где это самое, можно так, в туалет есть, он говорит, конечно, за каждым кустом, я думаю, точно, как в Украине в 90-х, помните, автобусом останавливались, и говорили, мальчики направо, девочки налево, потому что думали, идешь в нормальный туалет, и думаешь, о, где мой противогаз, в любом случае, мы такие, посмотрели, ладно, тогда подальше, подальше, так, только присел, и слышу, штаны быстро подтянул, и я не понимаю, что происходит, и мельком, просто мельком, в этих, среди деревьев, заметил, что-то двинулось, так, прошло, я думал, капец, наверное, лев или тигр какой-то, думаю, это все, конечно, там тигров мало, вообще-то нету даже, там все львы, да, и вдруг я понимаю, там, это, это, это зебра, зебра, тоже нахальное животное, она очень такая, но, когда я разбирался о зебрах, почему вообще у нас, почему они, в этот самый, в полосочку, у нас, когда переходят через, пешеходный переход, да, нормально, уже не хотят говорить, пешеходный переход, она говорит, зебра, я говорю, почему вы ходите по зебре, ну, вопрос такой, и, ну, когда я узнавал одну вещь, когда рождается жеребенок у зебры, она проводит многое время с жеребенком, смотря глаза в глаза, и жеребенок, он проводит время с матерью, и ученые определили, что вот это состояние, когда жеребенок запоминает раскрас, и расцвет, и полоски, и толщину, и последовательность, чтобы потом не забыть в стаде, где его мама. Еще раз, есть много таких, не идентичных полосок, и у зебры нет, поэтому у нас, помните, это сканирование, это просто невозможно, это запрограммировано, он, жеребенок проводит время с матерью, и всматривается в ее раскрас, для того, чтобы потом не забыть, во время переполоха, во время иммиграции, во время пересечения местности, где его мама. Это очень важно понимать, если мы не определим для себя, кто для нас отец, если мы не сможем провести это время с нашим Богом, если мы не запомним его, чем он отличается от всех других богов, которые люди имеют, мы тогда не поймем этой любви, которую он имеет к нам. И когда он нас позовет, мы его не потеряем, мы его не перепутываем с другими богами, которые иногда в нашей жизни появляются. Нам советуют разные культы, нам советуют разные миксы такие, нам советуют всякие брелки, нам советуют обращаться каким-то с ультрасенсорикой какой-то еще. Потому что, говорит, ну, твой же Бог не отвечает, пойдем к другому. Вы знаете, еще одна картинка, там, где три этих прекрасных зверя стоят. Если она еще есть, у тебя эта фотография. Там, они между собой еще знают друг друга. Они отличаются, почему мы знаем друг друга. Что нас отличает? Я как сказал, жеребенок не перепутывает свою маму. Сегодня я не буду перечислять остальные свойства. Но я хочу сказать, не поднимай свой флаг белый, не спрыгивай с последнего вагона, не поддавайся различным имитациям отца, других отцов. У нас один отец, одно спасение. У нас есть один Дух Святой. У нас есть одна любовь. Укрепись, укрепляйся, находись в этом состоянии укрепления, запоминания на общих молитвах, общение, собрание, домашний групп, прославление, участие в евгелизации, не забывай о бедных и вдовах, сиротах и инвалидах. Этим отличается забота нашего Отца. Если все, то, что я перечислил, мы видим, и это отражает нашего Бога, то мы тогда в этом состоянии, то есть мы, я говорю, понятно, это некрасиво, может стадия, мы находимся вместе, и мы никогда не перепутаем своего Отца. Просто стряхни себя саму жалость. Стряхни себя. Стряхни себя самобичевание, ложное смирение. Возьмись за плуг, приготовленный на твоем поле. если ты это то место, где будешь распахивать, тогда другой придет будет сеять. Третий будет поливать, четвертый сможет сжать, и все мы можем собрать в одну житницу. Возьми сев для жертвы, потому что время пришло. Прошу, проверь свое состояние, так как Господин уже возвращается. Его шаги слышны во Вселенной, не только во Вселенной, а уже здесь, в наших дворах. И самое главное, не утешай себя завтрашним днем. В завтрашний день сам о себе позаботиться. Но сегодня, как Писание говорит, сегодня день спасения. Сегодня наши отношения. И я бы хотел, чтобы мы сейчас еще раз спели тот псалом о камне скале. скале моего спасения, который является Ишу. И если у вас проходя эти сложности, сегодня вы окончательно можем сказать Боже спасибо, что я выстоял. Да, у меня есть твои потери. Возможно, мое здоровье уже не то, было 20 лет назад. Штормы, трудности, нервы, дети, государство, что бы то ни было, потрясли вас. Возможно, эта вода смыла твой гараж, и нет твоей машины. Просто нет уже и все. Возможно, ты потерял что-то, но твой дом он устоял. А возможно, те, кто смотрит меня в эфире, случайно попали сюда. И вы скажете, как мне восстановить то, что сатан полностью снес во время этих ситуаций. первое скажу, в этом не виновен сатан, в этом виновен ты. Не нужно просто винить за все темные силы. Это легко сделать. Библия говорит четко, противостаньте дьяволу, и он что? Убежит. это не означает, что не будет этих нападок, не означает, что не будет трудностей, не означает, что не придет шторм, означает, что ты, укорененный в нем на основании, имеешь силу пройти этот путь, чтобы у тебя не пропало твой дом на скале. И если ты чувствуешь, что тебе нужно восстанавливать твой дом, ты должен помнить, что это необходимо сделать лично для себя. Лично для себя. В твоем посвящении, твоей любви, в том даре, который у тебя есть. И помнить, что ты опять не защищен от следующего урагана. Он может пройти мимо, а может еще раз зацепить твой прекрасный уголок, основание, как оно важно для нас. И я хочу услышать одну интересную вещь в мою жизнь. Матфея 25, 21. Господин его сказал ему, хороший, добрый, верный, верный, В малом ты был верен, над ноги в тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. там не сказано красивый, добродушный, богатый раб. ты на молодец напасся. Тебе все есть, ты ни в чем не нуждаешься, а это значит, ты уже в полном процветании, ты показал всем, что нужно, можно и как верить, нужно Богу. Войди в радость Господина. Так? Нет. Добрый, хороший, неплохой, хороший, верный. Я хочу быть найден верным в моем призвании. Я хочу быть найден верным в моих отношениях с людьми. Я хочу быть найден верным в общине и общине и дару, который у меня есть. Я хочу услышать это от моего пастыра-начальника. Господин ему сказал хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над ноги тебя поставлю. Войди в радость Господина. твой лицом к лицу каждый день запоминай его милость, благодать, любовь, руки, пронзенные на кресте, жертву, которую он за тебя заплатил. Каждый день вспоминай, насколько благ и милости в Господе тебе. Потому что невозможно уйти в бомбоубежище, чтобы тебя это не коснулось. Мы встанем сейчас на наши ноги. Возможно, кто-то будет пересматривать наше служение, мое обращение к вам. Бог говорит о том, что я буду посреди народа своего, превознесен, посреди моего народа. У Мояше была встреча с Богом, а Бог пребывал посреди народа. Почувствуйте разницу. Мояше и шел к Богу, а Бог пребывал среди народа. У нас есть личный путь отношения с Богом. Но мы идем к народу, где Бог является благодатью и билостью. Поколение назад христианство сильно изменилось. Формальность совместно с поклонением уступили место близости и ходатайствам. Навсегда изменилось общество верующих людей. непрерывная работа Духа Святого высвободила в нас, каждому из нас духовную интенсивную заинтересованность знать Его. совместно мы переживаем его присутствия. Нашим конечным желанием всегда была жажда встречи в присутствии Бога. это связано не только с нашим вкладом в что-то, это связано с нашим откровением и отдачей того, что Он нам дал. поклонение до путешествия от близости к страсти, от страсти к страху Божьему, где мы падаем ниц, восклицаем Свят, Свят, Свят Господь для многих из нас. Я не говорю все, потому что не все здесь. Будет ответом, что свое основание я полагаю на камни нерелигиозной зависимости или исполнения каких-то правил, а моей верности тому, кто меня возлюбил больше всего и отдал себя на Голгофский крест. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова